Девушки отдыхают 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 Голень остается вертикально. Угу. Не завалит. Таз назад, да. Чем больше мы отработаем через продавливание пяткой, тем больше у нас подключаются мышцы ягодицей к работу. Вот. Сколько таких повторов нужно сделать? Тоже от 15 до 20 на каждую ножку. То есть, если мы считаем и на ту, и на ту, то получается от 30 сопров повторов. Тоже 4-5 подходов мы делаем с минутой отдыха. Или же 40 секунд, в зависимости от того, как вам позволяет ваше дыхание. Угу. Следующее у нас движение будет, мы становимся на кокрик, поприлежа на колени и на ладошки. Так, так. Это я уже трешечки знаю, мы с тобой так и делали. Да, становимся, ладошки у нас стоят на шеплене плечи. Ножки у нас битпропа траллельно, о, две вертикально все эти манипуляторы ушло. И мы отвыдем ножку назад, при этом не прогибаем поясничку. Поясничку, спинка у нас прямо. Взяли вдох и на выдохе пяточку выталкиваем как будто платформу наверх, как будто стеночка. Не назад, а именно вверх. Напрягаем как хорошо именно ягодицы. Униз привели обратно и на выдохе вытолкнули. На на выходе? Нет. Вот. Ты сгибаешь, потом битпроп приводишь и вот выталкиваешь наверх. Колено остается согнутым. Ага, то-бто ногу помидж не управляем, так? Представляем, что вот здесь у нас на нашей стопе какая-то платформа, и мы ее выталкиваем именно вверх. Вот. Спинку при этом не прогибаем, таз не заваливаем на стопе. Таз у нас должен быть прямо. Угу. Делаем то же самое на вторую ножку. Меняем. То-бто тут тоже главное еще таки, да? Вот. Техническая частина. Якщо мы что-то сделаем неправильно, мы можемо себе вот что-то пошкодить? Да, 4-метрный изгиб в пояснице при выполнении данного движения может приводить к появлению такого заболевания, как гипикрилокридоз. То-бто у нас идет 4-метрное изгибление позвоночника и таз выпитрают на крузу. То-бто все вправы нужно делать еще даже технично и правильно. Что можно не только достигти красивых нижек, а и проблем. Конечно. Конечно. После того, как мы сделали таких вот именно 20 повторений на каждую ножку, 4-3 подхода, их можно делать без отдыха. То-бто отдыхаем, пока работает одна ножка, чтобы не терпеть. Прямо времени. Мы приступаем к следующему упражнению. Мы ложимся на спинку. Ножки у нас стоят, стопа стоит на комплексе. Мы будем делать подъемы таза вверх. Иначе еще 2-3 сайта, как ягодичный ключевой мозг. Угу. Слушай, Маша. Мне вот интересно. Если я все-таки решила заниматься, и чтобы себе не нашкодить, мне лучше проконсультироваться с тренером, или я могу посмотреть по видео. Видео – это всегда одно, а когда консультация и работа с тренером – это совсем иное. Потому что очень часто в своей практике я замечала, что человек не ощущает своего тела, он думает, что он выполняет правильно, но на самом деле выполняет совсем не технично. И соответственно может повредить свои суставы, мышцы, сухожилия. И мало ли что еще. То есть все-таки перед тем, как заниматься, нашим телеградачам нужно вернуться к тренеру, проконсультироваться, даже, наверное, с ними немного выполнять, а потом уже заниматься самим. Конечно, потому что он учитывает и ваши физиологические особенности, и ваши цели. Так вот. Закидывай. Продолжим. Да, ложимся. Полностью плечики лежат, ножки у нас согнуты, в коленки и в битве. Ручки вдоль туловища, и мы поднимаем таз наверх. Сделали вдох, и на выдохе выталкиваем через пяточки, поднимаем таз, да, опускаем вдох. Выдох, пяточки стоят. Работаем вдох именно в пяточках, как хорошо. Фон для того, чтобы именно отработать ягодицы. Носочки можно чуть приподнять, чтобы полностью исключить сработку. А тут все так? Да. Чтобы эффективно. Важно, чтобы спинка, опять же, не прогибалась, мышцы пресса держали поясничку в прямом положении, и поднимаем таз до прямой линии, как это делает Вика. У нас это лучше всего получается. Так, да? Да. Делаем таких двадцать пять повторений. А чем полезнее все вправы? Эти упражнения, они тренируют как мышцы котро, то есть мышцы пресса находятся у тебя как стабилизатор, как постоянные накрутки, тренируют мышцы ягодиц, для чего девушки очень любят делать именно это упражнение. Также большой плюс именно этого движения в том, что он абсолютно безпредный для нашей поясницы. То есть, бывают проблемы с коленями, бывают проблемы с поясницей, и приезжают под пруде, где осевая накрутка запрещена. В таком движении осевы нахпруски нет, так как спина находится в лежачем положении и ничего не давит нам на поясницу, даже наши собственные плечи. И сработает только мышцы ног. Чем дальше мы будем ставить стопы, тем больше мы будем подключать еще заднюю поверхность биттра. Чем ближе, тем больше акцент идет уже на ягодицы, опять же, если мы проработаем четверть с пяточки. Вот такой вот несложный комплекс из четырех упражнений можно выполнять каждый день, еженедельно повышая навпруску, чтобы добиться лучших результатов. И вы заметите, что ваши ножки подтянутся, будут стройнее и наши фодрумы будут округлее в нужных местах и поменьше в ненужных местах. Тоже, мы дякуем нашим ранковым гостям за такие корисные поради и даже такие корисные вправы. Обовязково будем выглядеть, напевно, уже хорошо. Мы подготовились с вами до потепления, до весняных сукань.